Здравствуйте, снова с вами я, Ермакова Наталья, гипнотерапевт, психолог. И сегодня тема нашего эфира это тело, тело, как его держать в тонусе, что с ним делать, вообще как быть здоровым, крепким и красивым. У меня в гостях Олег. Олег сейчас представится, расскажет о себе и мы начнем. Олег Алав Гудвин. Я уже давно занимаюсь, более 17 лет, массажем и мануальной терапией. И, соответственно, эту тему и преподаю, и обучаю людей. Везде есть мои каналы Академия Интересных и Интересных Практик. На всех каналах Ютуба, на сетях, в общем, по этому названию прям можете найти. Так, ну, по поводу здоровья. Начнем? Да, задавай вопросы. Да, расскажи, как держать тело вообще в тонусе? Бывает, люди приходят, у них какие-то блоки. То есть, они ничего тяжелого не таскали. И вдруг, неожиданно, начинает болеть спина. Вот ходил-ходил человек, там, психосоматика, например, да? Да, да. Начинает болеть спина. Вот что делать? Расскажи, может быть, это энергия, может быть, это эмоции. Как ты это видишь? Как ты с этим работаешь? Все сразу, да. И энергия, и эмоции, и закаливание, и физические нагрузки, они должны быть у человека постоянно, каждый день. Даже ежеминутно, я бы даже сказал. Ну, например, у меня никогда ничего, ну, если пополит что-то, да, там, спину потянул, бывает такое, один раз человек отмассажировал, и вот так на стол облокатился, все, говорю, идите, и я не могу разогнуться. И еле-еле вот так вот встал, да, представляешь, по стеночке вот так вот, полушагами такими, на метро добрался до дома, еле дошел вообще. А причина, по чему причина? А причина в том, что многие работают, особенно массажисты, согнувшись, то есть они весь день проводят вот в такой позе, пополам согнувшись, вот такой, да, ну, соответственно, напряжение на поясницу. Скажи, а правда, правда, что массажисты, те, кто массажирует людей, они могут забрать на себя болезнь приятного? Такой вот миф входит. Он же работает руками, а тут есть чакра у нас. Да, чакра на руках есть, и мы своими аурами проникаем друг к другу с больным пациентом, да. Есть, это даже не миф, так оно и есть. Ну, многие считают, что это миф, каждый по-разному к этому относится. Ну, кто во что верит, так сказать, да. Да, согласен. Верите в присосавшихся сущностей энергетические, они у вас будут. Да, во что верить, то и будет, да. Верите, что вас ничто не пронимет, ничто не возьмет, ни алкоголь, ни грязную лужу будете пить, там, курить, не поширить. И у вас ничего не возьмет реально, если так будете думать, да. То есть, все надо превращать в упражнение «я». В этом, кстати, вот моя такая фишечка жизненная. Ко мне люди приходят больные, я прям удивляюсь, как можно было запустить до такой ситуации, что прямо мышцы каменные стали. У меня вот тело человека делится по градациям «желеобразное», «сметанообразное», «пластининообразное», 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 скорее всего, да. Это что значит? Ну, нормальная средняя конституция, как бы, ткани, которые между собой, у нас… Можно любить все, что хочешь. Все слоями, там, можно любить себе, все, что хочешь. Если хочешь сегодня следить. Буку-зю. Ты нарвалась. Да. Сама. Так вот, и потом деревянообразный, каменнообразный. Я в таких людей, сначала, ну, по незнанию, я так все же жестко-жестко, локтями, прям, что сорвал себе два локтя, на обоих локтях порвал суставную сумку. Вытекало вот такой мешочек, у меня висел, разломался кулак, представляете? А дачку людей сломал. По два раза в неделю меня откачивали по полстакана жидкости, ну, к врачу ходил, в течение месяца, пока все не выкачивали. Представляете, сколько жидкости вытекало просто. Это надо было свое, грубо говоря, свое здоровье угробить, ради того, чтобы помочь другому человеку. Да, да. Потом потихонечку я обладал, как бы, большим опытом и догадался, что не надо стоять в какой-то одной позе, да, не надо там специально чей-то перенапрягаться, да, стараться помочь нам на сто процентов выложиться человеку, да. Во-первых, сто процентов никто не оценит, во-вторых, это абсолют, который недостижим, за один раз ничего не будет, да. Многие, надеюсь, пришел на один сеанс, и, ну, там, типа, все отпустило. Нет, это потихонечку. К святым. К святым? С верой и свечками. Ну, тоже, да, тоже можно. Я, кстати, иногда ставлю свечки вокруг, стола бывает. Огонь, он очищает. Да, очищает, да. И у меня обязательно по краям комнаты стоят в углах стаканечки с солью. Солью. Тоже, тоже, знаешь, кошечки, да. И у меня еще веник, ну, такой небольшого размера, комель вверх стоит при входе. Веник? Веник, да. Не, как это, трава вот эта, не полынь? Не, не полынь, обычно. Девает еще полынь. А вот эти вот обкуривания еще не делаешь? Обкуривание у меня автоматически проходит, когда я полынные моксы зажигаю. Я ставлю иглы с моксами. Давай мы расскажем нашим зрителям. Привет, привет, Валера. Давно тебя не видела. У нас сегодня, Валера, тема массажа. Тема тела, как укрепить свое здоровье, как его не подорвать, работая с другими. Вообще сегодня будет очень много интересных фишек. Да, я вам расскажу? Да, 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 я вам подхожу. Да, и мы сейчас говорим о том, что когда мы работаем с людьми, в принципе, любой человек, который взаимодействует с другим человеком, он должен соблюдать некие рамки защиты, можно так сказать. Да, защиты. В плане чего, своего эмоционального состояния, защита своего эмоционального состояния, своего пространства и своего здоровья. Каждый прибегает к разным средствам. Например, я знаю, что если по углам поставить соль, она будет очищать пространство. Что огонь, да, свечи зажигает, тоже очищает пространство. Особенно, когда, к примеру, даже, мне кажется, многие замечали, когда приходит в гости какой-то человек с какими-то негативными эмоциями, мыслями, вот это все выплескивает и уходит. И ты сидишь и чувствуешь себя совершенно некомфортно, начинаешь в это, ну, варить сам чужое. И нужно очищаться. Ванна с солью хорошо очищает, да? Я знаю, что прям вот хорошо, если ты побыл где-то в нехорошей компании, тебе стало очень дурно, лучше прийти домой, сделать себе ванну, насыпать солью. Неважно какой, можешь целую пачку там прям обычной соли вбахать и полежать, и тебе будет кайф. Завидую тем, кто живет возле моря. Правильно, да, да, в море солено тоже очень полезно очищает, можно нос там промывать. Ванна, я вам даже скажу там, поточнение, секретик. С эффектом мертвого моря делается. То есть это две пачки соли морской, в обычном магазине можешь купить, не надо, там дорогую покупать. И две пачки соды на вот сколько там? Соды? Соды, да, 200 литров примерно ванны у нас, да. Температура побольше, так, чтобы утерпели там 39 градусов примерно, да? Как в бане, вот такой вот стоп. Да, да, чтобы как в бане. И полежать не 5-10 минут, а прямо вот минут 40 конкретно. После 30 минут начинаются процессы, да? И вот 10 минут последних, это самые ваши внутренние процессы. И происходит, во-первых, на энергетическом уровне очистка, да? Во-вторых, можно помедитировать за это время и еще себя прогнать, очиститься и полечить свои органы внутренние, умеете, да? Да. В-третьих, на психоэмоциональном плане идет расслабление, да? А это же все связано с внутренними нашими системами, психосоматика, да? И на физическом уровне идет расслабление. Я даже рекомендую этот способ применять тем, кто... Ну, у меня массаж жесткий, я так там натираю, чтобы леди, потом спина болит, да? У вас больше к мужчинам приходят, а первые женщины? Да, у вас все приходят. Даже кучников, кого они привозят. А с какого размера? С таким запросом? Ну, как правило... Просто размять тело. Какие обычные запросы бывают, люди, которые приходят на массаж? Ну, обычно убрать боль какую-то, устранить, да? Там, грыжа, протрузия, рюмбага и так далее, да? Поправить, убрать головные боли, потому что все зажимы вот тут находятся в шее, да? Мышцы заканчиваются сухожилиями. Сухожилийный шлем у нас стягивает наш череп. А череп это только наш школьный шлем, что он сросся и все. На самом деле эти косточки не дышат. И вот микродоза атмосферного давления внутри там меняется, да? И уже начинают боли головные, метеозависимость, хроническая усталость, бессонница и так далее. Вот я от этого избавляю на раз. Хорошо, а может тогда у вас вопрос? Мы с этим обращаемся. Потом энергетическая зарядка, то есть я заряжаю все чатры, да? Вот сейчас расскажу про посттерапию, что это значит. Восстанавливаю кокон, и это называется массаж судьбы. То есть у человека меняется его судьба. То есть вдруг, когда все восстановили, и деньги идут в руки, и на работе все ладится, и с начальником, и с женой, и со всеми все хорошо. Вопрос, да. Ну и если эротические техники, то для отдельных там пользователей, так сказать. Вопрос, да, по поводу чакр, мы как раз вчера тоже у меня были прямой эфиры по восстановлению чакр. Я знаю, что это можно делать тоже через массаж, убирать блоки, когда ты осознанно направляешь фокус ума туда, куда нужно, в тело, да, и прорабатываешь. Вопрос личный. У меня спина не болит, но я чувствую, что у меня блок между лопаток, и я не знаю, как его убрать. Вот у меня лично самой не получается. Что бы ты мне посоветовал? Ну, во-первых, растягивайтесь. Это продолжение нашей темы, с чем мы начали, да? Всегда растягивайтесь и всегда упражняйтесь. Я вот вам даже скажу, что я хожу необычно, не как люди. Ну, в смысле, как люди, но осознанно. Словно, да. Во-первых, большой палец, он должен быть всегда немножко согнут. Это наша тоже пружинка. От него начинается вся конструкция позвоночника, и мы, мозг, мозжечок, отправляет до 300 тысяч сигналов в каждую секунду, в каждую клеточку организма, и столько же обратно получает, представляете? Всю информацию ему надо контролировать, постоянно держать. Сидим мы, наклонились мы там, да? На жестко, на мягко обогатились. Вот. Поэтому это все с большого пальца начинается. И он должен ходить ровно вдоль голени и вдоль чашечки. Да? То есть... Отсыпается, то есть он должен быть согнут? Наш шаг должен быть вот такой. Ну, когда мы вступаем, да, да, сначала на пятку пластичный. Раз. Вот такая походка. И, соответственно, весь корпус... Там немножко... Сейчас попробую пару шагов сделать. Совать. И весь корпус ходит вот там. То есть все... Подходи сюда, пожалуйста, чтобы у нас было тоже видно вот в камеру другую. Вот так видно? Сюда, да. То есть весь корпус движется. Не движется вот так вот вбок, да? А вращается как бы каждый позвонок. Позвонкальный диск, он живет за счет того, что напитывается закроверящих тканей Влады вот этой, да? Соответственно, он должен как насос работать. В течение дня растянуться, сжаться, растянуться, сжаться. Таким образом, он как бы дышит. Напитывается. И вы удивитесь. Оказывается, утром, если измерить высоту человека, он на 3-4 сантиметра выше себя же, когда его перед сном измеряют. Ничего себе. То есть за день на 3 сантиметра мы укорачиваемся. Пока спим ночью, диски гидрофильные, они впитывают в свою влагу, и мы опять расширяемся. Ну, соответственно, таким образом в течение дня происходит. А к старости мы вообще на 7 сантиметров можем быть короче. Слезно. Вот это да. Друзья, если у вас есть вопросы, пишите. Мы обязательно на них ответим. Пишите, пишите. Расскажи, вот ты сказал про чакры, про судьбу, про восстановление кокона. Как человек может к этому прийти? Как понять, что судьбу менять? Вообще, если у тебя судьба, у человека ее поменять, либо может поменять жизнь свою, изменить ее кардинально. И ты делаешь диагностику чакр? Если делаешь, то как ты ее делаешь? Делаю диагностику, ну, у меня как бы сразу и зарядка идет. То есть я не знаю, что время там плохое или хорошее. Просто чакра бывает пустоватая, не наполненная, бывает наполненная. Я сразу наполняю. Самое главное, чтобы прямой поток лился по вертикали. Человек, вот, кстати, я изобразил, видите, битровианский человек, который я нарисовал, но он только мужчина нарисовал, я еще женскую полноту нарисовал, я болит меня, чем я не знаю. Потому что у нас лично зависит. И не ями, да, это сочетание. И вот эта ось, она, давайте дальше пролезну, чуть-чуть придется немножко себе рассказать. Вот, но я популяризатор, коррекционер всяких телесных практик, соответственно, основатель школы массажа, ассоциации и президент академии. Авторские методики на курсы и курсы на ассамблее телесных практиков России были признаны лучшими и рекомендованными. Рекомендована это высшая категория, то есть не одобрено, да, вот именно рекомендованы. Вот разработала вот эту теорию остеотерапия. Авторский метод коррекции всего организма, с помощью которого идет мощнейшее воздействие на весь космосферный аппарат, а также энергетические его структуры, да, и это отлично позитивное влияние на все стороны жизни человека. Вот, соответственно, я попал в книгу Экорда Виннесса в 2018 году. Здорово, здорово. Благодарю за ваши аплодисменты. 31 час делал массаж, представляете? То есть 31 человек шел, по часу менялись, да? Разрешалось только выйти в туалет, там, и попить родички. Ну, я сменил 7 повязок, 7 футболок за это время, и после этого я просто упал и 4 дня лежал, и не мог стать, все болело. Достиг, но достиг, достиг же это когда-то. Да, 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 да. Да, я прям вот молодец, я рада. Ну, в 2018 году занял первое место как лучший массажер в годы. Вот, и, соответственно, стандартная наука, которую все знают, остеопатия, да, состоит из двух греческих слов, остео-кость и епатия, болезнь, патология. Я же придумал немножко другую науку, ось, тео-терапия. Ну, тео-софия, это логия, знаете, да, это бог, то есть, да? Ось, это ось, терапия и лечение. То есть я уже от болезни обосудился, да, чисто психологически даже, да? Я занимаюсь, конечно, со здоровыми жизнью. Хорошо, а если проблему назвать задачей, то проблем в принципе нет, есть задачи, которые нужно решить. Вот, молодец, да. Да, есть просто задачи. И, соответственно, я восстанавливаю вот эту божественную ось, на которую цепляются, ну, грубо говоря, вот такие вот истины, еще древние мудрости, да? То, что нарушено вверху, то отразится внизу. И также снаружи и снаружи отразится в нас. Из наших внутрих органов это отразится наружу, да, если коротко так говорить. Ну, соответственно, вот человек обращается с болью какой-то, говорит, вот там болит. Обычный человек, ну, массажист начинает, ну, простирать это место, да, и все, он обычно не думает. Но когда мы начнем копаться, мы понимаем, что могут болеть суставы, позвоночный столб, диски какие-то, либо вот весь опорный двигательный аппарат нарушился. Вот это говорит про большой палец, и плоскостопие увеличивается у человека с этой стороны, где большой палец распрямляется. То есть вот эта кость плюс моя, она заворачивается вовнутрь, подворачивает коленку, и его не появится, когда люди приходят, у них чашечки, то внутрь, то наружу, ну, я думаю, представляете. Это влияет, естественно, на колено, ведро подворачивается, опускается таз, и вот пошел сколиоз. Видите, таз вот в сторону, плечи вот в сторону. Ну, и, соответственно, нацепление мышц разницы, слева и справа. Вот, а внутри позвоночника находится позвоночный мозг, который напрямую связан с головой и нечерепным мозгом, да, и все это находится в кожухе таком, в котором есть жидкость, ликвы называется. И этот ликвы, он как бы туда-сюда вот пульсирует, но только достаточно редко, примерно раз в 20 или 40 минут, поднимается вверх и так же вниз. Да, все это связано корешками, которые идут вот непосредственно к внутренним органам, прям конкретно можно почитать. Вот, D5, например, когда, вот у меня язву, признайся, когда у меня что-то болит живот, сразу отражается на позвонке D5. То есть я прямо напрямую все на себе это чувствую. Интересно, мне тоже язву, кстати. Да? Вот, ну, сейчас язву лечиться, в принципе, сейчас не такая опасная болезнь. Далее, все эти органы внутренними связаны с чакрами. Чакры, это как воронки, да, они имеют вход и имеют выход из нас. То есть их надо напитывать, вот, и, соответственно, идут коконы, ну, ауры, да, то есть первичное тело, это, которое мы щупаем, да, второе эфирное тело, это поле, которое вокруг нас лежит. Можно, кстати, увидеть, да. Да, да, фотографировать его. У обычного человека оно примерно 2-3 сантиметра такое. Вокруг каждого листика растения есть. А у необычного? А тот, кто себя прокачивает, так скажем, эксенсорная способность, у того оно может достигать и 50-70 сантиметров, там, ну, вплоть до двух метров. Такие люди сразу заметны, они бросаются в глаза, ощущаются. Ну, да, вот я, например, как я понял, что у меня это есть. Как-то собираю, представляешь, рюкзак, там, вещи накидываю, и, вручу, что-то руку так обожгло. Я так сразу думаю, так, может, там чайник скепел? Нет, до чайника полтора метра не может быть цинут. Может, батарея горячая, смотрю, батарея тоже далеко. Что мы будем делать? Случайно провожу так рукой, лишь на расстоянии примерно 70 сантиметров, и как факел, он таким, в поле обголок. Это вот лучик идет из середины ладони, которые, собственно говоря, я не вижу. Ты занимаешься массажем, у тебя очень активны чакры на ладони. У тебя именно энергия проходит через вот эти вот. Она прям чувствует себя. Чтобы ты в руки взяла, она все прямо либо зависает, либо подзаряжается, потому что там вот энергия. Да, да, да. И этой энергии, собственно, я заряжаю чакрой. Но до конца почти чакрам нет смысла. Достаточно ау в нашу, примерно это метр от центра человека, да, вот так вот, провести. Этот кокон, он чувствуется, да. Он же защитный наш кокон, да, он же проникает туда, вовнутрь все вот эти вот негативные мысли от других людей, те же вот эти вампиры энергетические, которые к нам подсасываются, и человеческие, и есть невидимые сущности, которые тоже подсасываются. Дай как раз сразу ряд рекомендаций, как себя защитить от потребителей, да, ну, я их называю потребителей, от потребителей, которые к нам присасываются, избирают наши энергии, эмоциональное состояние. Паразиты, я их называю так. Они паразитируют на нас, на нас хорошеньких, да. Да. Вот, все негативщики, вот прям там хлеба не корми, в интернете дай какую-нибудь гадость написать, да. Или те, которые к вам приходят и начинают жаловаться, жаловаться там, то на судьбу, то на жизнь, то на другого человека какого-то. Это сразу видно, что они пытаются из себя что-то вытянуть. Ну, во-первых, просто не видитесь на эту ситуацию, да. Можете, ну, чисто психологически откреститься от него тем, что начнете говорить, ой, а ты знаешь, я купил генеральную воду, блин, такая натуральная, блин, так освежая, ты прям вообще класс. И он не понимает, как, я тебя жалуюсь на судьбу свою, а ты какую-то воду тут. Ты хвалишь, первый способ. Второй способ, надо себя осознанно вести. Дело в том, что 80% населения, 80% жизни, дня даже, дня, проводят в бессознательном таком поведении, да. Да, да. Все на автоматизмах у нас. Осознанно, значит, берете свои руки, ну, указывая на детска своя, да, накачиваете вот этот вот шарик, попробуйте, кстати, вот сейчас вот, то есть, то есть, да. Давай вместе сделаем, я тоже сделаю. Да, попробуйте вот как бы, загреть, прохлопать, да, вот. И вот здесь вот формируем такой шарик энергетический. Плотный такой шарик. Мы можем его, сейчас, ты уже чувствуешь его? Да. Ну, и такой плотный, но чувствуем. Ну, у каждого там своя, отоплит это все, отоплит это все, отоплит, зависит все, приходится опытом, достаточно несложно. Вот представь, что он действительно круглый такой, да, и давай вот, я тебе свои шарики перекидываю, ты его лови. Видишь, что больше стало? Да, я прям чувствую. А теперь мне кидай. Оп. Я прям чувствую. Я сейчас и побольше сделаю. Вот, вот такой вот, видишь. Как баскетбольный, оп. Да, он прям, прям кустая энергия чувствуется, вот такая вот, да, чувствуется. Держи его, да? Вот, и эту энергетику можно запустить в свою же собственную, например, воду, в любую воду. Берете стаканчик, там, да, обнимаете его и представляете со словами благодарность. Даже не слова, это, знаете, из души должны взливаться. Состояние. Состояние, да. Благодарность, любовь. Вот вы насыщаете эту воду благостью всякую, да? Никакие отрицательные слова вообще и частички нет, вообще нельзя говорить, да? Вот насыщили ее, вода реально заряжается. Да, она несет информацию, но и на сколько, 80% этих вода состоит? Она несет информацию, поэтому мысли наши, что мы, о чем мы думаем, то мы и притягиваем, потому что мы состоим из воды, а вода несет информацию на заряжение. Так и есть, да, вот вы сами заряжаете, и потом ее уже пьете с тем чувством, что у вас могут проникать, у нас лежает в глубине. Соответственно, таким же способом вы сами себе можете зарядить вот эту ауру. Просто, поймите, вот идет энергия кундалини снизу вверх, да? Она божественным сознанием, там, космосом... Ты переживала, что пойдем кундалини? Да. Мы тоже. Да. Нас наполняет, да? Но мы этим не пользуемся, почему-то нас это, может, никто не учил бы. Ну, да. На самом деле она безгранична, вы поймите, это можно сколько угодно черпать и черпать божественную энергию в себя, да? И вот когда ее в ночи провалишься, то получается, что ты сам восстанавливаешься в жизни силой, весь поток идет гармоничный, да? До бесконечности через макушку, через верхнюю чакру и вынес тоже до бесконечности. Как будто вот на ниточке висишь. Да, как бусинка такая, на вселенской нити. Да, и твой смена подкачивает, и твоя жизнь тогда, она, ну, реально меняется, как супер, потому что, я знаю, да, это как бы, я же генотераперт тоже в разной практике не занимаюсь. Оно тебя раскачивает, и ты в потоке, бывает такое, что ты настолько в этом потоке зависаешь, что ты можешь поиск и не спать, потому что в тебе подъем, в тебе новые идеи, у тебя инсайты, к тебе люди притягиваются, и твоя жизнь начинает меняться. Да, и вот одно из средств защиты, ты спрашивала вначале, да, как вот не перетянуть негатив на себя, а получается так, что весь мир это же отражение мое. На самом деле, да. Ты мое отражение, твое отражение, твое зеркало, да, мы не зря встретились сегодня случайно, и люди ко мне, негативщики, просто не доходят. Да, это вот, я прям притчу вспомнила, два самурая точат свои ножи, и один другому спрашивают, давай проверим, насколько твой меч защитит тебя, они не пускают в воду. И об один меч листики такие проплывают и обрезаются на две половинки, а другие возле меча такие проплывают мимо него. Он говорит, видишь, мне даже не нужно сопротивляться, чтобы мой меч работал, он меня просто защищает. Понимаешь? Крутая притча, прям про меня только не слышал. Спасибо от души. Да, то есть, когда в какой-то момент мы приходим к состоянию, что нам не нужно защищаться, что мы настолько светлые, что нам перестают наступать на ноги. Негативщики просто нас не замечают. И нам нужно защищаться. Да, достигаешь просто такого уровня. Ну, соответственно, если энергия не стремится по вертикали, то она уходит в это вбок. Тогда получается гепатоз печени, например, переносвещение энергетикой и какого-то урока, что не надо делать. Или уходит через ухо, через плечо, куда-то в сторону. Но поскольку энергия, как говорила Мамоса, помню, мы все, никуда не исчезает и не проистекает из ниоткуда, а только меняет форму свою, да, то, соответственно, ничего бесплатно не бывает. Кто-то присосался, значит, ее используют из нас, да, это вот всякие сущности, ляговы, кубы и прочее. Хочете у них верить и хотите нет, но... А можно я сейчас по-другому тебе это объясню? Да. Что вот эти все сущности ляговы, можно их объяснить, а для тех людей, которые, как бы, может быть, как-то скептически к этому относятся, я в это верю, потому что я с этим работаю, да, люди приходят с такими запросами. Это мыслеформы. Когда человек... Почему это присасывается к человеку? Потому что у человека есть какая-то мыслеформа негативная, которая притягивает к нему таких людей. И когда он это в себе не отпускает, какую-то обиду, оно как будто вот, как будто вот на... Как к цветочку вот присасывается, все-все-все, налипает, 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 и получается такой черный сгуст, который приобретает свое уже сознание, что ему нужно подпитываться негативом. Тем самым сам человек своими мыслями порождает у себя в своем пространстве появление вот этой сущности. Но когда он осознает, что у него это есть, он готов от этого избавиться. Не только ее убирают, но вот эта вот мыслеформа обид, она тоже убирается. Да, 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 так и есть. Однозначно избавляйтесь от обид, от всяких там угрызений совести. Вы всегда правы, вы всегда красивы, любимы, желанны. Да, вот так себя с утра настраиваете, да? И особенно, да, у меня обиды, которые с детства там могут, потому что на родителей на своих там, да? Вот так просто выкиньте это все с головы. Вы не можете идите к психологу, да, к гипнотерапевту, либо есть вот я инграмму устраняю. Кому массажисту это все инструменты, которые работают, помогают человеку меняться и менять свою жизнь, чиститься. Да, да, да. А что вы устанавливаете еще раз, скажи, пожалуйста? Инграмма. Что такое инграмма? Я не знаю. Ну, давай немножко проговорю про ауру, соответственно, аура здорового человека, да, и пробитая аура, видите, то есть к нему может кто-то проникнуть сюда. То есть к нему может кто-то проникнуть сюда, то есть к кому-то снять. У меня моего ауру когда-то снимали, ну, лет 10 назад еще были такие телефоны, которые не смартфон, а с этим с антеннками, да, и вот на левом виске у меня аура была прямо вкусная, как у яблока, знаешь, что такое. Оказывается, я потом вспомнил, я мобильный все время левым ухом слушаю, и вот эта антенка, она фанинджия, вот, прям в этом месте. Потом прошли, вот, телефон сменились, да, но у меня здесь появилась лысина, вот такая размерность яйцо куриное. Ничего себе. Да, то есть это сначала я на ауле увидел, а потом увидел же результат через несколько лет, да. Ну, потом я себе все вылечил, заросли все волосы. Скажи, пожалуйста, как вот наши чакры, да, взаимодействия мужчин и женщин, как они меняют свое, может быть, поведение, вообще, как там идет процесс взаимодействия, насколько мужчина и женщина в отношениях влияет друг к другу? Ну, мы про любовь говорим, или про... Ну, про любовь, да. Про любовь именно, про отношения. Ну, любые отношения всегда основаны на сексуальности, да, даже если, как бы, не подразумевается... Ну, даже к идее, я вчера сказала, что мы даже сексуальное желание, что-то... Значит, получается, да, мы излучаем вот эту волну, и она к нам притягивает со мной человека, это происходит автоматически, то есть не надо... Знаете, как бы исполняется желание, вот, просто посылаешь мысли, это дошло, я сам, главное, договорился, у меня 7 случаев зафиксировано, как они мне помогли здесь, в физическом мире. То есть формируешь некоторую вопль души из себя, и... Через четвертую чакру ты ее отпускаешь? Ну, я обычно, да, через Анахату, да. Потому что она, как бы, посередине соединяет нижний мир с верхним миром, но, как бы, через нее нужно. Ну, посередине, да, потом каждый чакра на свой аспект в жизни несет, да, четвертая чакра, это как раз вот проявление любви, материнства, рождение чего-то нового, искусство, все делается. Художник же рисует вот на уровне этот чакр. Да. Плотник пилит здесь, повар здесь же, на второй чакре они, там, тесто месяц, да, а художник рисует вот здесь, художник не счастлив, тежник не будет эти, он именно душу вкладывает, потом от картины это все выливается. Ну, соответственно, вот это биологическое наше поле сфотографировано. Напрямую это связано с потребностями человека, каждая чакра, да, потребности масла, ну, долго не буду рассказывать, просто чтобы, и так же общество у нас построено, и так же армия, там, ну, любая структура, она перимодальной формы имеет. И, соответственно, если мы на двух чакрах ниже живем, то это просто обеспечение биологических функций своих, да, поезд поспать потрахаться в туалет сходить. А вот что мы сейчас про современный мир сказать, вот, раньше именно основа была, вот, больше сюда фокус, внимание, то есть семья, семья, обеспечить семью и работу, это обычно первая, вторая, третья чакра. Верхние чакры были не задействованы, вот сейчас мир меняется. Мир совершенно меняется. Мир совершенно меняется. Как сейчас, как ты можешь сейчас объяснить то, что происходит в мире? Ну, во-первых, благодаря интернету, во-вторых, благодаря вот всем социальным вот этим революциям, которые случились за последствием, 200 лет, да, человек получает больше свободы, да, плюс через интернет больше информации, сейчас вообще все обо всем есть, да, кто-то там пытается все это запретить, там, у нас какие-то информации перекрывают, там, в ютубе ролики удаляют, да, ФСБ за всеми охотится, за стаканчик воды, за стаканчик воды брошенного там полицейского сажают в тюрьму, ну, какой-то с одной стороны ужас, да, но с другой стороны, это эволюция. А мы можем сделать эволюцию, уйти в себя и развить, да, высшее качество, когда я уже на уровне с Богом, на одной волне, там, в прошлом кадре было частоты, вот, уровень частоты, то есть средний уровень вот около 200 кГц, да. Если мы уходим, там, в страстное желание, в страхе, в горе, в апатию, да, то мы вот начинаем притягивать себе адские стихии, то есть видеть инфракрасный свет, то есть ад и рай, он среди нас живет. А ты делаешь как-то диагностику? Человек, увидишь, на каком волне он находится? Ну, честно говоря, еще не делаю, я просто сразу наполняю. А ты сразу наполняешь? Я сразу через себя, я как проводник. А я вижу, я вижу и потом уже даю рекомендации, да, то есть. Ну, может посмотреть, я просто не озадачился раньше. Вот, когда у меня был 30-7 возраста, я на столько в 40 лет, меня, короче, там ограбили, избили. У меня? О, зафига, у меня скоро 50, потом 70, вот он в 80, я дневный старик уже спаляйте. А сколько ты ему дашь, настолько не даю даже, обычно? Наверное, 40, максимум 38. Потому что я проговорил, да? Ты проговорил с утра 40 лет? Ну, 38. Ну, у меня 48. 48? Ничего себе. Я завязывал алкоголь, честно признаю. И курильщик. Вот. А, да, почему я так молодо выгляжу? Да, потому что я занимаюсь энергией, потому что я все это прокачиваю, и все это я принимаю внутрь себя, я же меняю формулу воды, меняю формулу алкоголя, он становится лекарственным вместо того, чтобы губить меня, понимаете? То есть все можно поменять, даже на химическом уровне. И все, что глотаю, все идет во благо. Знаешь, как я говорю, когда мне говорят, там, сахар вредный, ну, если ты так считаешь, для тебя вредный, а для меня нет. Да, да, да. А я кормил своим мозгом, он же глюкозой кормился, и вот развиваю мозговые свои волны. Так вот, когда я попал через среднего возраста, у меня, в общем, все пошло внизу. Развились фобии, страхи. Я даже боялся турникетов в метро, как бы там что-нибудь веще, боялся, всегда жил на высоком этаже, боялся на полметре подойти к краю балкона. Машина останавливается где-нибудь станированными стеклами, я там прячусь за остановку, думаю, что стоят, меня выслеживают, меня сейчас вывезут в этот пистолет к мискунтам, ноги в тазик с цементом и в реку. Или это панические атаки были? Не до такой степени, да, панические атаки. Не до такой степени за что, но новые русские нападали, в принципе, угрожали. Ничего себе. Вот, и да, и я понял, как-то из этого надо выйти. Разработал целую систему в джакузи. Сразу, если коротко, очень коротко. Систему в джакузи? Да. Молиться в джакузи, я даже в отца... Молиться в джакузи? Да, в отца спрашиваю, вот я молюсь, говорю, в джакузи. Он говорит, так подумал, почесал. Ну, сын мой, знаешь, мы живем по коронам, но тебе можно. Дал разрешение. Я тебя благословляю. Благословение, да, да, да. И, в общем, в позе зарывала, что-то все продумано. Специально вода, определенная температуры, токоносно, это направление, если торчит, я как бы заново перерождался каждое утро, как белочистый лист. То есть там вот как бы за трубы матери уходила из этой воды, да. Вода, она, как ты уже говорил, этот кристалл такой информационный, впитывала и проточная вода, кстати, постоянно втекала и вытекала, чтобы уносилось в меня все там нечистоты, грехи, сглазы, порчи и так далее. Все сразу смывало. Я проходил инверсию через точку ноль. Весь негатив, который на меня там навешивали, да, я его переводил в позитив. Уникальные технологии, я потом расскажу, как это делать. И после этого я уже начинал входить в медитацию, лечил свои органы. Потом договаривался с подсознанием, то есть на это уходило, чтобы договариваться с подсознанием, ушло где-то месяца три. За это время я создал эгрегор ангелов над собой. То есть они уже были за три месяца созданы. И потом я думаю, а что, раз он не создан, так можно уже вручить и попросить реально. Ну да, ну что, супер. Рассказать? Давай. Семь зафиксированных встречах. Ну, может, прощения будут. В общем, первое, я попросил у Николая Угодника успокоение, просто чтобы у меня было вот это вот тряски, потому что я просыпался в поту, 3-4 часа спал ночью, и все мокрое, просто или на волочке, там все мокрое. Представляете, какой стресс? И тут проходит, ну, там, день-другой, я такой, ну, как будто, знаете, камень с души спал, и вот все прошло. Потом я... А, как идет вот эта вот просьба? Во-первых, вот в вительной форме, без всяких, там, ну, за что мне вот это вот ничего не надо, только все в позитиве. А представьте, когда я был в таком вогнесенном состоянии, как мне надо любовь, радость, гармонию, просветление, себе поднять с себя на волны вот эти вот. Это как Мюнхгаузер себе за волосами вытаскивал из болота этого. Представляете, я свою частоту повышал, вот на эту чертатье мы общаемся с богами. То есть надо где-то около 800-1000 килогерц в себя. Через анагитнос это делать? И в какой-то момент я пришла к тому, что я просто могу делать запрос. То есть потому что у меня тоже такой уже опыт есть. Да, то есть надо было ехать к Серафиму Саровскому, в Нижний Новгород. Я сделал запрос, окей, я готова, давай с утра, завтра, я сяду в машину, пусть будет машина. И я сяду, и меня отвезут. И сложилось все идеально. То есть мне написал знакомый, ему нужна была помощь, он присоедает мне машину, отвез. То есть как бы само случилось так, как нужно? Как нужно, да, на самом. Да, как и самым лучшим образом надо. Уверя вашей, да будет вам. Когда ты веришь, что это может быть, и куда стучите, да, вам будет отворено, да? Не зря вы делаете слова, потому что когда ты просишь, как ты можешь получить то, что ты не просишь? Ты внутри себя просто мысль держишь, я хочу. Так ты попроси, озвучь это, скажи. Обратись к тому, во что ты веришь. К Богу, Вселенной, Космосу, Уанн, кому угодно. К человеку, к соседу, скажи просто, проговори это. Что ты этого хочешь? И оно начнет реализовываться, на самом деле. В Исакарском соборе в Питере на арке написаны золотые слова, которые как-то священники не видят, не слышат эти слова, но они слова Иисуса. Вы сами боги, творите чудеса. Да. Кстати, заметьте, я ведь постоянно упражняюсь. У меня сейчас работают суставы коленные, лодыжка работает, весь позорочек вот такой. То есть я постоянно движение, постоянно текучесть вот такая. Должна. Да, должна быть, тогда у вас ничего не будет болеть никогда. Соответственно, у меня после работы никогда не были спрашивают, как крутить, как-то там здесь человек не очень болит, ничего не болит. Может быть, такие упражнения покажешь? Какие-то, такие, знаете, чтобы там, установить чакры, да, чтобы поток запустить, может, что это расскажешь для наших слушателей. Что такое, что ты хочешь, да? Но мне интересно, да, мне интересно, потому что я этим тоже занимаюсь, я работаю с этим неинтересно. Я где тут на пятом, шестом уровне нахожусь, потому что я уже тренер, я несу знания людям, да, я уже спускаюсь вверх, в эту пирамиду, да? А у меня вопрос, кто я такой, что я есть и в чем смысл жизни, вот я вот здесь. И все мои поступки вот отсюда выходят, то есть все мои мысли, все мои действия именно вот отсюда. Ну я уже, наверное, где-то ближе к седьмому, иногда бывает, некоторые дни, так скажем, когда я уже чувствую себя. А, и вот когда я поднялся, да, вот на этот уровень, да, я стал просить ангелов, и вот, ну, интересно, в честном случае, да, эти, у меня, в общем, напали, избили, украли телефоном, в то время был, это первый только смартфон, который появлялся, дорогущий, купился для съемных видео. И, короче, я взмолился ангелы, говорю, все время ожидать забильно, у меня все есть, энергия кударения, она везде, и я не знаю, каким способом даю на ваш откуп, да, но дайте мне, ну, просто денег нету, да, я еще год потом спрашивал за тот телефон. Дайте мне такой же телефон, смартфон, похожий по функционалу, да? Проход 5 дней, бац, еду, ночью смотрю, на лавочке лежит мой телефон, будущее, смысле, да. Я, конечно, понимаю, что у человека нет других рук, кроме, убого нет других рук, кроме человеческих, то есть, кто-то потерял, выбросил, там, что-то сделал, да, ну, видимо, эта ситуация сыграла для меня такую роль, да? То есть, я поблагодарил ангелов, спасибо за результат, в следующий раз у меня не хватало, там терки были с хозяином, и аренду я не мог заплатить, там, буквально до конца месяца, осталось 5 дней, я чувствую, что не смогу столько заработать, да, я говорю, ну, вселенная же забильная, дайте мне денег столько, чтобы не хватило на аренду, не знаю, откуда возьмете, на свой откуп. Проход 5 дней, бац... А что это на свой откуп? Что ты тогда вкладываешь в это слово, на свой откуп? Ну, это вот техника исполнения желания, то есть, вы что-то страстно желаете, посылаете во вселенную и забываете. Вы не думаете, как это реализуется, каким способом, оно само сработает так, да, но в данном случае еще и Грегор Ангела присоединил, то есть, они для меня это все давали. Каким способом, это, вот, ты говоришь, случайность не случайная, да? Да, конечно. И бац, мне на карточку падает вдруг 70 тысяч рублей, ну, мне половины, честно говоря, хватило, да? Я искал, откуда, что там, кто. Оказывается, это один человек у меня был клиентом всего лишь один раз, перевел деньги на карту вообще моей жены и уехал в Таиланд, ну, в смысле, он тогда переводил, а потом уехал в Таиланд и только через месяц мне звонит, слушай, там мой сын мне переводил деньги, но перевел почему-то тебе, говорит. Я тоже, ну как, отцу переводил, а там карточка с женским именем, ну, как он мог вообще перепутать, да? Согласись, вот тот момент, когда для него это было, это было, вот, каждое для меня спасение, то есть, не случайность. Потом тоже в случае был, мне не хватало буквально 10 тысяч до конца месяца, чтобы закрыть тоже 5 дней, вот, оставалось. Я говорю, ну, Ангелу, все ли на жезобильном, как сможете, тогда ставьте мне, пожалуйста, 10 тысяч, ну, сколько попросил, столько и дали, сразу 10 тысяч, бац, на карточку упало, через 5 дней в миг раз хватило, я ищу откуда чего, потом месяц проходит, мне какая-то фирма звонит, они мне, оказывается, должны были деньги, но как юридическому лицу, они как физическому, говорят, это наша ошибка бухгалтера, переведите нам деньги обратно, но он пришел уже, как на фирму, ну, я, естественно, перевел, ну, соответственно, ошибка бухгалтера не просто так была, да? Да, конечно, конечно. Ангелы как-то сработали. Потом я дома, у меня дома все, кафель вам покрыто, я как-то сплю, не могу проснуться, ну, в следующий случай, да? Ой, в смысле, меня кто-то будет постоянно, а мне надо на работу, я такой, ну, надо высыпаться, на другой бок, раз, ну, кто-то как будто будет меня, и так несколько раз так, будет, будет, без голоса, без ничего, никаких там, не было таких, да, трешей, и я так думаю, ну, ладно, попью водички и усну. Стою, иду по кафелью, прям подскальзываю, и так, затылком прямо к полу, и, оказывается, лежу, два сантиметра воды налило везде, представляете? Чего себе. Это, я побежал, быстро стоять, переключил, выклушал, вернее, это на кухне разорвало шланг, Просто он от старости разорвался вот так вот, с холодной водой. И тебя будили ангелы, чтобы ты его убил. Да, ну слушай, дальше. Я это все вытянул, у него 40 минут ушло, на это думаю, ну все, попью водички и спать. Я только слышу, это теперь уже горячая вода в ванной уже, в другой комнате. Разобрался шланг, я быстро сколько там, 10 секунд бежать, чтобы улучшить этот стояк. И натекло уже сантиметр воды, представляешь, в ванной. И это, представьте, это было летом. Это я был в сознании, не пьяный, не уехал на дачу. И это случилось все одновременно, да? А если от меня не было там неделю, да? Если от соседей бы затопило, там я бы как бы за квартиру, за ихнюю. Мне расплатился, когда как раз мой этот был кризис. То есть это, я считаю, ангелы. Да. Ну и так раз новыми русскими, да, я попросил как бы уже это, чтобы не было нападений из-за вне, да? И его вот эти вот на меня нападки, они переросли в душбу. Я ему еще потом 5 лет отдавал волк. Это вообще, это я тоже расскажу, это прям идеально работает, когда ты, тогда... Расскажи, расскажи, ты отдал потом... Ну, я потом отдавал долл в течение 5-6 лет, ну, соответственно, комфортно платежами никаких вот этих вдомнений не было, да? Когда у вас есть человек, который на вас в негативе, да, и вас прям трясет от него, пожелайте ему любви. Поблагодарите его за это, поблагодарите. Прям каждый раз, когда мысль о нем, страх возникает, благодарите. Говорите, я благодарю тебя, что ты появился, что ты меня чему-то глубокому учишь. И как бы вот из четвертой чакры отправляете ему любовь и благодарность. И вы увидите, что ситуация сама разрешится, вот прям сама собой, вот сама. Но у меня тоже очень много историй, когда... Ну, я обращаюсь к ангелам, высшему я, к источнику, высшему я. Очень много историй, когда у меня была такая история, я зашла в магазин, там, говорит, такая одежда, я поняла, что я хочу. Я отложила себе одежду на 130 тысяч, на 130 тысяч. У меня этих денег не было, я говорю, я приду через 3 дня. Я не знала, где я их возьму, но все сложилось именно так, что эти деньги попали ко мне в руки. Ко мне пришел клиент, потом еще один... Как-то они сами, да? Помоги, помоги, кто-то мне просто... У меня как раз день рождения был, просто деньги перевел, вспомнил, что у меня неделю назад было день рождения. Вот, я забыла тебя поздравить. У меня набралось 130 тысяч ровно. Я поняла, что вот, мое желание исполнилось. Потому что душа моя хотела это. Прямо ровно по просьбе, видишь? Да, душа хотела. Не тело кому-то, чтобы доказать, а именно истинное я. И когда мы живем по сердцу, не кому-то что-то доказать, а по сердцу. Вот, я вот такая вот, да. Да, я вот такая, да, я люблю мозг, но я такая. Либо ты меня принимаешь, либо нет, но я буду такой всегда. Тогда и в нашей жизни все меняется, потому что ты не придаешь своих ценностей, своих убеждений. Ты идешь туда, куда ты шел. Например, если у тебя есть цель, конечная цель твоя, пробудиться, да, прийти к какому-то, какой-то цели глобальной, принести в этот мир какое-то благо через то, что ты делаешь. И чтобы в твоей жизни не случалось, ты не забываешь про это цели. Там тебя можно такими путями, оконами водить, но ты туда идешь, тебе вселенная все даст, чтобы ты туда пришел. Вот о чем ты попросишь, все даст. Потому что ты как бы не изменяешь самому себе, не придаешь себя, свое вот это внутреннее нутро. Правда? Да, очень верно сказано. И, кстати, вот замечание, я попросил 20000, попросил 130, прям ровно эта сумма собралась. Почему? Потому что дается по потребности, а не надо быть алчным, не надо там какие-то придумывать. Там будто что-то доказать, что сейчас там. Меркансины вот эти желания, чтобы у меня там вот ключи от Мерседеса уже на столе лежали. Чтобы я такой крутой шел, но я все смотрели. Нет, это не будет. Это именно по необходимости. Да, по необходимости. Ну и, соответственно, вот этот столб, который идет в бесконечность, да, то есть некоторые говорят, а что ты там, череп вышли из земли, что ли, задай эту энергию? Да какая земля? Земля это тот же самый эгрегор, это тоже, так скажем, живое существо. Ну да, да, земля наша мать. Мало в большом, большое в малом. Ну, на наших руках есть все точки нашего тела, на наших ушах. Наш мозг – это космос, Вселенная. То есть все по образу и подобию. Если бы мы не наблюдали нашими глазами вот то, что здесь происходит, то везде бы отражалась бы часть большего. То есть, знаешь, когда зеркало смотришь, там много-много маленьких кусочков, ты разбиваешь, когда зеркало, и в каждом кусочке… Голограмма, голографическая реальность Вселенной, да. Вот ты прямо как на одной волне. Принцип голограммы в чем? Потому что она проецирует из плоского что-то объемное, да? Да. А во-вторых, если… И там причем нет рисунка, там интерферационные находятся такие. Да, когда смотришь, как будто в этот, как называется? Калейдоскоп. Да, калейдоскоп. Да, но когда разобьется, и на каждом маленьком осколочке также будут изображения целого. Целого. Также мы проецируемся, да. Так же и мы люди. Мы думаем, что мы какие-то кусочки, а мы целое. То есть мы вроде все единство, да, мы едины. Едины на другом. В общем, едины с землей. И земля, да. Кстати, тело человека также отражено на земле, если разложить, там можно найти по океанам, по горам, да, по проекции всех внутренних гормонов. Вода, да, все-все-все. Да, русло рек – это как кровеносные потоки у нас. Также земля отражается на Луне, только верх ногами зеркально получается. И рисунок в нашем телковском есть. Да, и как бы вопрос, она очень искусственная там. Да, искусственность тоже можно отдельно поговорить. Просто я имею в виду, что за столько лет она там практически как, не знаю, как вот, на Туринской Тащенице отречаталась, как Иисуса, да, так и там отзеркалилась. Также Луна зеркалит где-то здесь на нашей планете тоже свои профили. Вот. Ну и соответственно эту энергию можно закручивать, развивать. Вот она там идет, вот этот интерферанс. Вот видите. Магниты линии, просто такие полный весной, да, такие же, как у земного шара. Видите, то есть вот поле земного шара. Также и через нас. Фигура яблока называется, да, то есть Тор в форме яблока. Вот когда мы так замыкаемся, мы оказывается поляризован относительно земного шара. И поэтому мы очень точно настроены на полюса. И соответственно можно в энергетическую впасть с землей содружества. Ну и сейчас, говорят, что сейчас земля, она все-таки вибрации поменяет, и многих потряхивает. Последнее время потряхивает. Многих потряхивает, да. Ну, людей, да, которые как бы не готовы, либо не занимаясь практикой. Вопрос. Как сейчас человеку в данном контексте нашего времени сейчас гармонизироваться с тем, что происходит с землей на вибрациях? Кристаллическое тело, новые вибрации, новое сознание, человек-бог, вот все вот это. Ну, у меня такой вопрос не возникает. Все, о чем мы сегодня говорили, это вот оно и есть. Во-первых, убрать есть негатив. Ну, может быть, нашим, да, нашим слушателям скажешь какие-то по шагам, что нужно делать, чтобы постигать. Убрать негатив, выйти, желательно в пирамиде масла с желаниями своими на, там, шестую-седьмую ступеньку уже, да. То есть, когда мы провоцируем я в Боге, Бог во мне, я Вселенная, Вселенная во мне отражается, когда физический ряд Вселенной, значит, я могу, я все могу, да, могу и делаю. И, соответственно, у меня все это боготворительно, если это сейчас дальше, дойдем до этого. Вот присосавшиеся все кирилляры, там, они как змеи бывают, как спруты всякие, да. Это если человек свою энергию растращивает, вот эта энергия, насколько чакр связан с внутренними органами, вот пробитие ауры, это аура здорового человека. А, ну, это вот я веду обучение, обучение. Массаж, да? Уже более 800 учеников применяют эти мои методы в жизни, вот у нас награждение на золотой ладони. Здорово. И, соответственно, что это называется Академия Интересная Интересная Сильная Практика, сокращенно Альфа ТОП. Да, этот зонтичный бренд разделен на три части, там уже четвертое будет скоро. Это Академия, он в квадратном значении. Это круглая ассоциация, ну, там, на шивке всякие, на костюмы, на бейсболки. А вот такой значок, это вот франшизы нашей салоны лечебные, да? И, соответственно, вот то, о чем мы только что говорили, вот, подводим итог, я уже заранее придумал афоризм. Нет более богоугодного дела на земле, чем помогать другим людям, да? Да. А мы, мы что делаем? Обучаем людям, трудоустраиваем людей, лечим людей, да, и наши ученики это так же оздоравливают, и так по кругу до бесконечности, да? Ну, а разве может быть более, быть какое-либо противодействие богоугодному, благородному делу добродетелей. Я надеюсь, вы сами согласитесь, да? Да, я согласна. Я думаю, что подписчик тоже. Вот, соответственно, вот еще мой афоризм. Если у человека есть спинная шея, а у вас есть навыки в руках, то, соответственно, клиенты потенциально вас окружают повсюду. Просто они про это еще не знают, вам о себе заявить. Да. Если у вас нет клиентов, значит, они где-то есть, просто они вас еще не узнали. Да. Ну и вот, уныние и счастье, да, это как раз вот эта шкала вниз, уныние, вверх счастье. Это вибрация, да, которую я только что показывал на схеме, да, мы повышаем свой вибрационный уровень до уровня Бога, Ангела, да, когда мы с ними можем договариваться на одном языке. Это два противоположных вектора на нашей шкале судьбы. Чтобы попасть в грех уныния, достаточно ничего не делать. Да. Ничего не делать, ничего не получите. Но чтобы быть счастливым, нужно постоянно совершать труд над своим душевным состоянием. И этот труд созидания делает нас богоподобными. Только вдумайтесь в это. Это каждый день мой труд. Скажи вот вопрос, есть такие люди, которые живут только головой логикой. Они как бы туда не погружаются, все это отрицают, они считают, что они ставят перед собой цель, и они должны пахать, идти к ним, и у них все получится. То есть они не перемещают богу снимания внутрь себя. Насколько это сложно, насколько это экологично, и насколько они, далеко ли они зайдут. Это тоже работающая методика, но считайте, что наполовину опустошает себе человек, просто пополовину его работает. Он как бы выработает свое физическое здоровье все-таки. Ну, грубо говоря, первая картинка была мужчина-женщина, у нас там только мужчина и работает, а женщина не работает. А женщина не работает. И рано или поздно расшибешь либо лоб, либо стену, да? И восточная философия. Видишь цель, ну или там, есть в целом враг какой-то, да? Ничего не думай, ничего не делай, сядь возле реки, и рано или поздно тут труп твоего врага подойдет к реке. То есть как бы желай, но не делай, не стремись к твоим желаниям. Да, еще есть такая интересная мудрость, что что ты сегодня делал? Наблюдал, как растут деревья. Снова суетился. Классно, да, опять снова суетился, да. Ну, это буддийские уже такие мудрости. Ну, и, соответственно, вот внутри вот этой моей пирамиды, альфа-топ, да, получается, я все понял, что все складывается из пазла, из трех вот этих вот треугольничков, да? И когда моя внутренняя там темная сторона вот это все понял, она говорит, это моя прелесть, ты кого не доказывай. А другая моя сторона добрая сказала, нет, неси все в массы, даю свет, даю просвещение, всем свет, всем радость жизни, всем выкладываю бесплатно в Ютубе там все это есть. Состоит все, дело в том, что интернет это мусорка, с другой стороны. Вроде все есть, да? О, да. А, про инграмм еще не рассказал. И формируется в предложение, которое мы даем клиентам. Так вот ходим по кругу, то есть, что предлагаем, кому предлагают и как предлагают. И туда и в обратном стороне все закручиваются. На все это дает ответы вот как раз моя школа, массажные салоны, ассоциация и, ну, там еще магазин еще есть. Вот все это в Академии Телесоориентированных Практик. Здорово. Да. Здорово. Про инграмм, инграмм, вот. Да, у нас как раз осталось 5 минуточек. Вот расскажу, продолжение разговора того человека, который сломал себе локти, да? Да. Я тогда понял, что проблема на самом деле не в мышцах, проблема в голове. А инграммы это то, что, знаете, как на кассету все записывается, вся информация. Мы никогда на самом деле ничего не забываем, помним каждую секунду свою жизнь. Просто то, что нам не нужно для оперативной памяти, мы откладываем на дальнюю полочку, где-нибудь там на даче, в лесу, где-то там подальше, в Гималаях, да? И никогда туда не залезем. А оперативная память, то, что нам непосредственно на день нужно, да, вот она все это помнит. Но когда подсознание сталкивается с каким-нибудь там шоком или стрессовой ситуацией, начинает вытягиваться под сознание все вот эти наши пережитые эмоции когда-то там, в доме. Принимается, да. Да, вот, а, ну ты же как гипнолог знаешь. Да. Получается, ну просто пример, допустим, мачек, вы слышали, как родители ссорятся очень громко, там в этот момент мыли посуду, извинили чашки, да, открылась форточка, проехал грузовик, потянул ветерком прохладным, ну вроде как бы вот все это вместе записалось, да, эмоционально, активно, иносязательно, все сразу вот эти, да, факторы. И потом он уже, ну все забыл уже, когда он там в 39 лет, он вдруг сидит на конференции там со своими там заказчиками, и вдруг открыл форточка, секретарь принесла чашки там и позвонили, да, и он испытывает в шок, он испытывает в волновение. Картинка сложилась одна на другую. Да, да, вот это есть неграмма, то есть вот эта запись, это неграмма. И соответственно, я вот такой процесс, ну не совсем не гипноз, это больше транс, важно человека в транс. Гипноз, гипноз это техника, это техника в уржении человека в транс. Да? Да. Ну, значит, это гипноз. Ну вот там человек в сознании находится, он ухаживает на вопросы. Он сознание отвечает, это тоже гипноз. Да. Там просто разные пути есть гипнозчиское погружение, да. Ну, значит, гипноз, это я просто из дианетики взял, дианетику что же знаешь. В общем, вытаскивается вот эта вот запись, как на кассете, да, и кидывается, вставляется новая позитивная запись, да, и человек возвращается с прошлого, с того ситуации в нашу нынешнюю. И вот этому человеку, которому оказывается у него шея очень болела, головные боли были, он постоянно на лекарствах, это договорю. Психосоматика была, да? Да, это договорю, это психосоматика. Давай я тебе не буду массировать, давайте я проведу сеанс вот этого устранения инграммы. Провели три сеанса, наконец-то на третьем сеансе добрались до вот этого места. Оказалось, три года назад он работал, у него начальница была женщина, она, например, он кавказец, с вами к женщинам такое принадлежительное отношение, да, они чувствуют их ниже мужчин, а тут она над ним давлела, она им помыкала и, в общем, штык давала. А вот это вот, да, продолжай, сейчас расскажу. Ну и, соответственно, вот, когда мы ее нашли, нарушили, он вот такой истерический хохот был опять, он катался по полу, наверное, минут 10-15, хохот отталкивает, и все, ну просто выход эмоций вот это, да. Я это демонстративно взял, все его таблетки, там, по-моему, 4 упаковки, и в форочку просто выкинул, и говорил, все, тебе они больше не нужны. Ну, потому как-то потерялись, и где-то через 3 месяца он мне звонит, Олег, слушай, спасибо, действительно, я отказался от таблеток, голами болит, все как бы прошло. Да, это на психосоматике. То, что у нас откладывается, наша ДНК несет всю информацию нашего рода всей нашей земли. И периодически, когда мы, то, что у нас там заложено, и мы в реальности, как бы, получаем тот же опыт, он накладывается, и мы испытываем страх. То же самое происходит, то, что ты сейчас произошло. Бывает то же самое, когда говорят, вот, у меня там по роду Порща, либо венец безбрачия. Это то же самое, что когда-то со своими предками произошла какая-то ситуация, в которой там девочка была маленькая, ей гадостями говорили, у нее подсознание отсело, и она как программа деструктивная работает. Мы идем в регрессию, мы тоже это убираем, и у нее все меняется. И проблема была не в ее голове, а проблема была еще в ее предках, то, что вот эта программа шла в регрессию. А, то есть ты понимаешь, что доходим до прошлой жизни? Ну, не в прошлой жизни, а по роду. То есть она вспоминает жизнь своей бабушки, она вспоминает картинками историй, в которой в этой ситуации, я часто привожу пример, как мальчик идет, с пустым ведром переходит бабушке дорогу, в трансе он идет, в точке смотрит в своих мыслях, а она ему в след всяких гадостей говорит, ты мне с пустым ведром перешел, да чтобы у тебя в себе есть род, да чтобы вот так. Он этого не помнит, потому что он ушел в трансе, но она туда попала, потому что подсознание было раскрыто, распаковано. И прямо туда залетела. Он растает, он спивается, его дети начинают спиваться, его внуки начинают спиваться, и один из внуков приходит на сеанс и говорит, у нас по роду все пьют, я не знаю, что с этим делать. Мы начинаем раскапывать, но вспоминать вот эту историю своего прадеда. Мы ее там меняем, мы эту программу... То есть человек может вспомнить жизнь своего прадеда? Да. Это заложено в нас в ДНК, это заложено в подсознании, это можно расстаковать. Потрясающе. Вот так. Через ДНК. То есть это можно через ДНК, ты делаешь это через телеску, это делают все, только они не знают, почему они это делают, как это работает, понимаешь? Все это заложено в ДНК, все заложено в воде, то есть вода, всю информацию. Даже если ты нальешь стакан воды и задаешь себе вопрос, как мне решить какой это запрос, вода дай мне ответ, и сделаешь глоток к тебе, этот запрос придет, если ты в это веришь. Если ты веришь, что будешь поливать кактус, и у тебя из-за этого, чем быстрее он будет растить, тем больше будет у тебя денег, и ты будешь поливать водичкой при этом, оно будет у тебя работать. То есть ты причинно-следственную связь устанавливаешь, которую закладываешь в ДНК, и поэтому, если ты задумаешься о том, что, у нас 30 секунд осталось, что то, что ты делаешь, влияет на твой род в дальнем еще 7 поколений вперед, то ты вообще в другом начинаешь выслить. В общем, у нас осталось 20 секунд, спасибо тебе за такой классный эфир, мне очень все понравилось, мне кажется, нам потом нужно устоит, чтобы еще встретиться, пообщаться, потому что очень много тем интересных, которые можно обсудить. Друзья, нашли много, да, вот этих запросов, которые, как бы, так обычно в мире не найдешь людей, да? Случайность не случайна в нашем мире, поэтому будьте на позитиве, да, будьте на позитиве, любите себя, всем пока-пока. До новых встреч, дорогие друзья! Хоу!